Денис Иванович Я, как Денис совершенно правильно сказал, действительно являюсь перфекционистом, я продакт-менеджер и я искренне верю в то, что в стартапе самое главное это продукт. Не маркетинг, не продажи, не продвижение, а продукт. Поэтому сегодня я буду говорить о том, что я называю силой ощущений. Это, грубо говоря, правила построения продуктов, которые заставляют ими пользоваться и заставляют их покупать. И с моей точки зрения, а все, что здесь будет дальше сказано, будет очень субъективно, и вы можете примерять это на себя, как хотите, или не примерять вообще. Продукт состоит из трех вещей. Это идея, потребность и реализация. Я считаю, что для того, чтобы сделать хороший продукт, нужна идея, не обязательно инновационная, достаточно, чтобы она была валидная. Я считаю, что идеи витают в воздухе, и ничего нового уже очень давно не было придумано. Я искренне считаю, что они действительно ничего не стоят, потому что есть масса идей, которые не были реализованы, и есть очень скучные идеи, которые были реализованы и принесли очень большие деньги. Проблема идеи в том, что ее очень легко скопировать и сделать лучше, и главная ее проблема – это то, что совсем не обязательно что-то придумывать, можно просто взять то, что уже было придумано. Поэтому я считаю, что наша задача, независимо от идеи, которую мы пытаемся реализовать, мы должны сделать ее хорошо и сделать ее лучше, чем все остальные. И я считаю, что в мире на данный момент достаточно идей, которые можно просто сделать хорошо, задаться целью, сделать их хорошо и получить с этого прибыль и выполнить некоторую социальную функцию. Когда мы начинаем делать продукт, мы должны понять потребность в нем. И главная проблема – те, кто что-то так или иначе пытался сделать, уже с этим явно столкнулись – люди, для которых мы делаем этот продукт, к сожалению, ничего не знают о том, каким он должен быть. Возможно, кто-то знает известное высказывание Форда, который сказал, что если бы я слушал людей, они бы сказали мне, что им просто нужно очень много лошадей, и они должны быть очень сильными. Он никогда бы не сделал машину. Самое простое, и об этом говорю уже сегодня Слава, нужно делать то, что нужно лично тебе, тебе, твоему ближайшему окружению, твоим друзьям, твоему бизнесу, что-то, в чем у тебя есть конкретная потребность, которую ты испытываешь, и только ты знаешь, как ее реализовать. И для того, чтобы исследовать эту потребность, нужно выучить очень много слов и желательно нанять кого-то, кто в этом понимает. Если вы понимаете базовую потребность в продукте, она есть у вас, она есть у вас в ближайшем окружении, ее нужно проверить. И для этого нужны люди, которые хорошо понимают в том, как исследовать этот рынок. Но результаты этой проверки нужно очень хорошо отслеживать, потому что вы иногда можете получить ответы, которые вы не ожидали, и их нужно правильно интерпретировать. Если на этапе валидации потребностей у вас нет четкого понимания того, что делать дальше, то есть вроде как да, оно нужно, но на самом деле еще до конца непонятно, или непонятно, что нужно, кому и как это должно работать, вы должны начинать по новой. Нельзя идти дальше, нельзя приступать к реализации до момента, пока нет четкого ответа, что мы делаем, для кого и кому это нужно, и как это должно работать. После этого начинается самый интересный этап. Это реализация вашего проекта, или начало его создания. И несмотря на то, что очень многие книги говорят по-другому, что реализация начинается с совершенно других вещей и других шагов, я искренне верю в то, что прежде чем начинать что-то делать, нужно это назвать. Потому что иногда в процессе попыток придумывания названия рождаются понимания того, что мы не знаем, что мы делаем, опять же. Потому что иногда очень сложно описать продукт одним предложением, описать проблему, которую он решает, и все это нужно кому-то показать. В идеале это называется написанием executive summary, vision scope и так далее. Есть очень много умных слов, которые называют все это. Но на самом деле, если вы сможете описать свой продукт одним предложением, очень просто его назвать, вы покажете это 5-10 людям, которые хоть что-то понимают в жизни, и они понимают, что вы собираетесь делать, можно идти дальше. Если нет, вы снова начинаете сначала. Всю реализацию продуктов, у меня есть опыт создания очень большого количества самых разных продуктов, и для людей, и для корпораций. Его весь можно разбить на 5 очень простых этапов. Сначала пишется очень много текста, и очень неправильно пропускать этот этап, потому что вы не будете знать, что делать дальше. Этот текст должен содержать описание того, как этот продукт должен работать, для кого он делается, что он должен уметь. И резать нужно начинать на этапе составления этого текста. Опять же, это можно называть по-разному. Для кого-то это бизнес-план, для кого-то это pitch для инвесторов, презентация для инвесторов и так далее. Но первый раз нужно резать продукт на этапе составления этого документа. Отрезать то, что не нужно, очень четко вычислять то, что нужно, формулировать эти потребности и так далее. На втором этапе вы создаете прототип вашего будущего продукта. Переходить через этот этап нельзя. Править продукт на этапе прототипа гораздо дешевле. Он может быть какой угодно. Мы еще к этому сегодня вернемся, но переходить через этот этап нельзя ни в коем случае. Ну, потом, собственно, производство. В чем-то самый простой этап, в чем-то самый сложный, но однозначно самый скучный. На нем возникают проблемы, которые никому не хочется решать. Уже всем понятно, как должно работать в будущем. И создатель этого продукта, и вся его команда, по большому счету, просто ждут этого результата. Последняя миля, я так называю, этап, когда уже вроде как все сделано, но уже пора его запускать. Но у вас есть или у кого-то из вашего окружения есть субъективные догадки о том, что его еще нужно доделывать. Как правило, последняя миля – это один из самых сложных этапов в создании продукта. Когда вам нужно доделать все хвосты, доделать все мелочи и фактически заниматься перфекционизмом. Ну и запуск. Несмотря на то, что очень часто запуск считается маркетинговой активностью, я отношу его к продуктовой. Потому что маркетинг начинается уже потом, когда продукт вышел в плавание, в продажу и так далее. Но запускать продукт должен тот, кто его делает. Если в вашей команде есть продакт-менеджер, если в вашей команде есть продакт-оунер, в зависимости от того, к какой религии вы относитесь, этот человек должен руководить запуском продукта и его запускать. Это очень важно. Первый выкат продукта в мир, по сути, определяет то, как он взлетит. Теперь немного о том, что влияет на реализацию продукта. Один из самых важных аспектов, который очень часто упускают те, кто эти продукты делает, причем практически все, это среда. Что такое среда? Это культуральные и лингвистические особенности, в которых будут пользоваться этим продуктом. Это рынок, на который вы его выпускаете. Это контекст использования физика или платформы, или устройства, роли и хвост привычек. Ну, с культуральными особенностями все понятно. Если вы делаете продукт для арабов, он будет одним, если вы делаете его для христиан, он будет другим, если вы делаете для украинцев третьим и для американцев четвертым. Лингвистика у всех разная. Формулировки, которые понятны вам здесь, могут быть непонятны в Штатах. Я тем, кто собирается делать продукт на западный рынок, я просто рекомендую один раз туда съездить. Одна проездка по хайвею, немножко по городу и просто попытка понять, что написано на дорожных знаках, очень четко понять разницу в лингвистике между нами и ими. Даже если вы хорошо пишете английские тексты, иногда попытка что-то назвать упрется в то, что вы не понимаете, как это называется там. Потому что к нам сейчас только пришли Орео, достаточно давно пришел Ксерокс, мы не знаем, что такое Прецел и так далее. Для того, чтобы часто, для того, чтобы назвать что-то правильно, нужно побывать там и провести вот эти культуральные параллели. В чем-то это же имеет отношение к рынку. Очень важно, делаете вы продукт для кастомеров, для B2C рынка или для Enterprise рынка, то есть для компаний. Я думаю, что об этом говорить особо не стоит, все это так или иначе понимают, но, к сожалению, об этом очень часто забывают. Несмотря на то, что вы делаете продукт для Enterprise, пользоваться им будут те же самые кастомеры. Он делается по другим правилам, но делается и для тех же людей. И я тут немного не согласен со Славой. К сожалению, в основной своей массе, когда доходит до использования новых продуктов, люди поразительно тяжело в него въезжают. И продукты должны быть сделаны, и их объяснение должно быть сделано для людей с самым минимально примитивным мышлением. То есть любой продукт нужно иметь возможность объяснить, как им пользоваться в течение минуты. Если это не получается, нужно начинать сначала, потому что у вас уже нет продукта. Контекст использования очень важен. На самом деле, когда-то у меня был опыт, я делал продукты для членов советов директоров очень крупных компаний, там нефтяных и так далее. И очень много времени ушло на то, чтобы исследовать, как эти люди живут. Потому что оказывается, что когда вы делаете продукт для человека, который будет им пользоваться на iPad, в основном на заднем сидении машины или в своем частном самолете, то специфика построения этого продукта очень сильно отличается от, например, клиента для Facebook под iPhone. Потому что то, как они им будут пользоваться, принципиально влияет на то, как вы его должны сделать. Никогда нельзя это тогда пропускать. Вы должны знать контекст, в котором будет пользоваться продуктом основная масса вашей аудитории. Физика – самый простой вариант. Это продукт для устройств, это сервис, это для телефонов, для iPad, для машины, для навигатора и так далее. Вы должны очень хорошо знать физические ограничения вашей платформы. Так или иначе, идеальный юзер-экспириенс возможен только тогда, когда вы используете их по максимуму и не делаете то, что там возможно. Идеальным примером ошибки, наверное, будет ряд телефонов на Windows Mobile до того, как появился iPhone. Все помнят, что кто-то, возможно, помнит, кто-то нет. Был период, когда после смартфонов, которые делала Nokia и до того, как вышел iPhone, появились смартфоны на Windows Mobile, которые были очень функциональны и делали очень много очень классных вещей, которые заставили там в свое время даже меня его купить. Но пользоваться им было катастрофически невозможно, потому что для того, чтобы делать эти классные вещи, ему нужна была нереальная мощность процессора. И самое страшное было, что иногда для того, чтобы ответить на звонок, у тебя требовалось там 30 секунд. Идея классная, рынок выбран правильно, но физика устройства не учтена абсолютно. Роли. К сожалению, все люди разные. И делаете вы продукт для самых простых людей, сложных, врачей, пожарников, членов советов, директоров и так далее. Это будет принципиально играть на то, каким он будет. Даже если вы делаете продукт, который выполняет, казалось бы, очень общую функцию, почтовый клиент, то учитывать, что это почтовый клиент для медиков, к примеру, очень важно, потому что у них своя специфика пользования компьютером раз, и своя среда два. И не учтя это, вы рискуете создать продукт, который вроде как будет реализовывать задачу, но не очень. И в этом как раз идея ощущений. Ну и вы должны хорошо понимать ожидания, которые пользователь оставит перед вашим продуктом. Тут уже начинаются тонкие материи. По сути, что такое ожидание? Когда новый продукт выходит на рынок, вы пытаетесь его продать, люди его либо ждали, либо нет. То есть это либо реализация существующей потребности, либо хорошая реализация уже давно, скажем так, сформировавшейся потребности. Когда выходил айфон, у всех были телефоны, так или иначе, кто хотел его купить. Это была реализация давно существующей потребности совершенно новым образом. И для того, чтобы выпустить его правильно, я думаю, они потратили достаточно много времени на то, чтобы узнать ожидания. Так вот на ожидания влияет среда, влияет предыдущий опыт пользования похожими вещами, влияет рынок, на который вы выходите. А потом уже, когда продукт вышел, аура и упаковка, как ни странно. До того, как продукт выходит, вы должны четко понять, что ждут люди, которым вы это будете продавать. То есть если люди хотят пользоваться телефоном, как в случае айфона, то какие для них самые важные функции и как они ждут реализацию этих функций. Когда вы уже выходите, вы начинаете выстраивать ожидания. Так вот выстраиваются ожидания на том, что окей, мы делаем телефон, он должен идеально наполнять функции телефона, сообщений, но при этом фотографировать, потому что никто не хочет носить за собой еще один девайс. И вы начинаете выстраивать ожидания того, что выпускаемый нами девайс будет идеально делать три вещи. Писать сообщения, принимать звонки и фотографировать. И вы их выстраиваете, выстраиваете, выстраиваете. Пиар, маркетинг, упаковка, которая полностью на это давит. И потом вы должны их превзойти. Ключевая идея ожиданий заключается в том, что человек ожидает использования вашим продуктом, выстраивает какие-то ожидания относительно него до тех пор, пока он его не купил или не взял в руки. Но как только он его взял и открыл, вы ни в коем случае не должны обмануть эти ожидания. Сюда входят элементарные вещи. На самом деле продавать технику, которая не заряжена, нельзя. Именно поэтому, например, вся техника Apple приходит как минимум наполовину заряженная. Для того, чтобы ты ее включил сразу же, попользовался, а потом начал учиться ее заряжать, потому что она начинает садиться. У меня был опыт, когда я покупал телефоны, они приходили незаряженные. Вот я купил где-то телефон, распаковал эту ужасную коробку, а внутри то, чем невозможно воспользоваться. И даже несмотря на то, что у меня были очень стабильные ожидания по поводу продукта, я просто хотел им позвонить. Но даже это ожидание они не смогли превзойти. И теперь самая интересная часть – это ощущения. Главная гипотеза здесь на самом деле – это то, что люди покупают продукт, но платят за ощущения. Продукт, который дает классное ощущение, можно продать гораздо дороже. Пять минут? Окей. Продукт, который дает классное ощущение, можно продать гораздо дороже. Он гораздо более конкурентно способен, и он дает вам отличные конкурентные преимущества. В принципе, продукт, который хорошо упакован, отлично работает на холодном старте, реализует туннельный функционал и внимателен к мелочам, пойдет прост к пониманию и может стоить гораздо дороже, чем его аналоги. Что такое ощущение в моем понимании? Ощущение начинается с того, как продукт упакован. Он должен выглядеть хорошо в любой ситуации, он должен легко открываться, и даже с этого момента должен начинаться процесс входа, скажем так, в этот продукт. Когда мы открываем тот же MacBook новый или iPhone новый, упаковка продумана до мелочей. Его очень легко достать, сразу понятно, как его включить, и когда мы его включаем, он всегда проводит нас по определенным шагам, которые нужно пройти, чтобы начать им пользоваться. Это называется холодный старт, и это упускают все. Холодный старт есть везде. У сайта, на который человек приходит в первый раз в жизни, тоже есть холодный старт. У машины есть холодный старт. У ноутбука, у любого сервиса есть холодный старт. Когда мы заходим в новый неизвестный нам магазин, и нас встречает хостес, это их сценарий отработки холодного старта. Должен быть обязательно продуман тоннельный функционал. То есть, если ключевая особенность или ключевая функциональность нашего продукта – это звонить, то к этой функции мы должны добраться максимально быстро, и она должна быть доступна практически сразу. Внимание к мелочам, я думаю, не требует отдельного объяснения. Это самое важное, что только может быть. Мелочи создают ваши ощущения. Мелочи, о которых говорил Тонт, тоже Слава, в дизайне, в упаковке, в том, как продукт подается, в том, как он саппортится, в том, как он продвигается. Все это создает ощущение от продукта. И все это дает вам возможность продавать его гораздо дороже. И самое главное – вы должны понимать за пользователя. Я называю это принципом обратной пирамиды. У меня, к сожалению, нет времени для того, чтобы его рассказать. Но так или иначе, все, что может быть сложное в вашем продукте, должно быть продумано очень много раз с вами и максимально упрощено. Нельзя выпускать продукт, в котором функциональность есть. Она так или иначе доступна. Но для того, чтобы до нее достучаться, нужно очень много времени потратить и пройти очень много шагов. Она должна быть максимально доступна, максимально понятна, максимально вынесена на поверхность. Чем меньше кнопок, чем меньше настроек, чем меньше функционала, тем лучше и проще. Еще одна важная часть построения продукта – это экосистема. Экосистема в данном конкретном контексте – это набор внешних и внутренних продуктов, с которыми взаимодействует наш продукт. Так или иначе, все продукты существуют в связи с продуктами той же компании, с продуктами, которые продаются уже на рынке, существуют. И нам нужно выстраивать точки соприкосновения с ними. Если у компании есть несколько продуктов, они должны идеально работать друг с другом. Если у компании есть какие-то продукты, партнеры, с которыми нам взаимодействуют, они должны продавать друг друга и идеально работать друг с другом. Они должны существовать в рамках определенной экосистемы, из которой пользователь не выходит. Как только вы получили одного человека, заплатили за его, скажем, купили пользователя себе, вы можете максимально монетизировать его, гоняя его в рамках этой экосистемы. В идеале частью экосистемы являются платежи, является логистика, является холодный старт и поддержка. Вы должны контролировать все аспекты опыта и соприкосновения с вашим продуктом. Я не успею, за две минуты. Прототип, о котором мы говорили, он может быть на любом уровне детализации, он должен быть многократно интерирован, он должен быть всеми понят, интерактивен и на нем можно тестировать. Править прототип гораздо дешевле, чем править продукт. Исправлять что-то на бумаге, на картоне, перерисовывать в компьютере намного проще, чем перепрограммировать, если вы делаете программу, или перестраивать, если вы делаете какое-то здание. Самый простой слайд о дизайне, я не хотел много времени на этом уделять. Осталось две самых простых вещи, это формулировки и последняя миля. Продукт должен быть максимально просто сформулирован. Если вы пишете тексты для него, описание, название, любые, я не знаю, документацию и так далее, все должно быть сформулировано так, чтобы не было разночтений и максимально просто. Вот это ключевое понятие, это не должно быть двух возможностей понять то, что у вас написано. Если вы пишете, как пользоваться вашим продуктом, должно быть понятно и просто, и максимально коротко. Ну и последняя миля. Это самая сложная часть вашего пути, на самом деле, и очень часто последняя миля занимает больше времени, чем создание продукта в целом. На данном этапе ваша задача сделать идеальный продукт. Доделать его, допилить, доформулировать, доработать, дописать и так далее. Я искренне верю в то, что нельзя выпускать продукт на рынок, пока он находится в состоянии беты, альфы, доделки, доработки и так далее. Продукт должен быть на рынок только тогда, когда он идеален, все его аспекты работают, а то, что не работает, полностью вычленено из него. Нельзя запускать продукт, который написан здесь будет работать во второй версии, здесь будет работать позже, а это мы починим потом. Значит, надо отложить эту дату запуска и запускать его только тогда, когда мы можем выпустить минимально необходимый функционал, который работает идеально. Таким образом, очень легко описать идеальный продукт. Его легко купить, процесс покупки максимально прост, его легко понять, легко объяснить, как им пользоваться. Он полноценен, он полностью решает свою функцию и оставляет отличное ощущение. И если кто-то внимательно следил за тем, что было написано на моих сладках, идеальным продуктом является вечный двигатель. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин